Места много вроде, засыпать ее только и все, и будет конечка для 19-го. Почему-то взяли туда 19-го, увели там, хотя там и 7-ка и 11-й маршрут есть. Она внизу была, да, и она сюда вот потом как-то начала даже сюда проходить. Увели направо туда ее, вверх, и повезли до того поселка, до конечной дорожной улицы. Хотя вот именно туда ходят и 7-ка, и 11-й маршрут туда не ходят. Там вообще прям можно его просто взять, ну там, блин, 200 метров развернуть его, взяли наш маршрут туда, увели его. Ну да, если бы его отпустить вот так вот по кругу. Ну его заканцевать, это же целая проблема. Там тоже у нас не проехать, не пройти. Вот и скидывали, спутили сами эту улицу. Но все равно там сколько машин ездило, уже все, это утрамбовалось. Вообще бы, конечно, в идеале это было хотя бы сюда вот, 19-й, дотащить, чтобы он здесь вот конечкой. Это тоже там ничего не было. Да, да, одна остановка. Да. Одна остановка всего, но это как разгрузит вот наш вот микро... Вот он уже вон, видите, как разросся, он большой. Плюс еще вот оттуда этот весь дачный поселок, они вот отсюда выходят. Мы сюда пойдем, да? Я получил от вас письмо, мы там посмотрели, предварительно я там переговорил и узнал, что вообще город планируется по генплану, по всем этим делам. Ну, в принципе, на сегодняшний день, я так понимаю, что вас интересует, это, естественно, дорога. Дорога и сверху. Нет, вот смотрите, давайте мы перечислим вашу проблему. Это дорога. Почему? Потому что в той части, в которой вы написали письмо, там письмо, которое, да, заявление, обращение, там было написано, что дорога там, у вас необходимо делать дорогу. Там больше ничего нет. Сейчас вы... И маршрутные... Нет, нет, нет. Как ничего нет? Нет, там... Однако. Нет, нет, письмо... Только по дороге писали. Дорога, дорога, да. Надо было письмо за... Да вообще такого нет. Значит, теперь... Нет, нет, ничего страшного нету. Я просто говорю, сейчас дорогу... Сейчас Сергей нам скажет, как он писал письмо. Теперь к дороге, например, вы дополнительно хотите, чтобы все-таки здесь была остановка. Так я понимаю? Маршрут. Что же маршрут продлили? Маршрут вернули. Сюда вернули, 19 маршрут. 19 маршрут. Закон изъят. Понятно. Дорога, маршрут. Еще вот проблема, значит, напора воды. Я так понимаю, да? Вода нормальная. А что, на свет? А свет нет? Трансформатора у нас нету, не тянет нас. А, свет не тянет. Свет не тянет. С водой нормально. У нас анкласс есть. Водопруд, дай Бог всем кажется. Напор, значит, напор ген электроэнергии не хватает, значит, используя бытовые эти, как его... Надо такую программу принять, уже говорил Манжикова Валентина, Наталья Сергеевна вчера говорила. Надо такую программу принять. Окраины города. Как Рыки России, типа. Ну, такое, окраины города. Для Калмыкии. Для чего? Маленький городок. Ну, самое стыдоба, что мы так хреново живем в отношении Аркасанского края, Аркасанского края. Я просто часто ездил, видел, как живут люди. Это мы на юге хреново живем, если честно сказать. Ну, что говорится. Это здесь, конечно, слишком высоко. Да, да, да. Не надо хотя бы сделать... Как Кирсану или Женок, а смартфон еще захочет. Да, да. Надо, чтобы до каждой конца улицы были такие асфальтные дороги, хотя бы жесткие асфальтные дороги. И свет был. Хотя бы через два фонаря. И конечный остановок. Когда будет конечный остановок, на каждой улице. Допустим, на улице. Здесь будет конечный, там дачный поселок, они будут приходить по улице. Там один фонарь повесит балки, и будет классно. Женщины, дети ходят, зимуляют, я обезболив, не могу на них смотреть. Мы не очень жили, а они еще хуже живут. Чтобы они могли ночью пойти через балочку. Дети же, видели? Монах с халином, он очень... Ямарам болчин. Олз, да? А ходят они оттуда. Знаете, как мне больно смотреть? Да чего мы запустили? Там люди живут годами, сутками. Не могут дойти до... Если остановка будет, им легче будет. Если здесь будет остановка, конечка, то здесь будет себе... Инфраструктура подтянется. Чай, май, остановка, люди будут смотреть. Видите, здесь остановка сделана? Эту детскую площадку построил человек наш. Это не город сделан. Вот этот человек где живет. Он деньги вложил. Никакой произнести. Огромный район, они... Не-не-не, не надо. Здесь свет провели мы сами. Вот солбы, буквально по 5 тысяч. Газ провели сами. Воду провели сами. На частный водопровод, анклав. Тогда зачем нам правительство? Скажите мне, пожалуйста. Зачем оно нужно? Если мы дорогу еще проложим, то мы можем отделиться от Элисты, от России, может быть. Жить будем для себя, платить будем за коммуналку. Зачем тогда мы нужны все? Если так, это как судить так. Раз мы сами делаем. А мы сейчас просим. То, что на право положено. Сергей, успокойся. Сейчас политику на счет гнать загрузишь. Я вам об этом говорю. Знаете, уже надоело. Я с 6 микроросла переехал. Вот дом построил. За свои деньги. Видите, какой скромный дом? За свои трудовые построил. За зарплату. 6 лет строил. Мне ни рубля не своровал. Нигде. Я честным трудом менеджером работал. Мне за это платили. Я поездил в городах. Спал в КамАЗах по полмесяца. И заработал. А жил в общаге в Вьетнамской. 3 на 4 комнаты было с двумя детьми. Представляете, в Вьетнамской общаге, знаете? Я думаю. Давайте так. Уважаемые сараенники. Я обращаюсь к вам. Прежде. Почему? Потому что, вы поймите, люди, которые к нам пришли, не идут. Курал. Не идут в городское собрание. Эти люди идут в Государственную Думу. Соответственно, это совсем другой уровень. Уровень федерального политика. Вот Николай Ирниевич представляет КПРФ. Вот я вижу его. Я понимаю, что это человек от партии. Он мог сделать для нашей республики? Да нет. Я считаю, он мог бы больше сделать. Но мы его не выбрали где-то. Не поддержали. Он сейчас находится в известном месте, в руле. Он политик республиканского масштаба. И меня это устраивает. Вот он и вчера была, например, Манджикова. Я ее избиратель. Я ее избирал. Именно она мой. И я тоже хочу, чтобы она оставалась. Почему? Потому что у нас в республике накопилось за время последних 30 лет, которые мы отстроим. Столько проблем, ребят. Просто не разгреби. Вот Леша говорил. Он говорил, конечно, не по существу, не по теме. Но он говорил правильно. У людей накипело. И вы, Николай Ирниевич, знаете об этом? Потому что вы куда бы не придете, люди не понимают сути происходящего. У нас так задурманили умы наши. Поскольку федеральные каналы, то хоккей, то Украина, то Олимпиада, то футбол. Но и то ли ток-шоу крутнул барабан, и ты миллионер. Глупости говорят. На самом деле, здесь живут люди, Николай Ирниевич. Вот передайте своему Геннадию, Зюганову, что мы часть избирателей, конечно, ваша. Я не спорю. Почему? Потому что рейтинг известной партии, он снижается. Соответственно, потому что народ беднеет. И это понятно. Потому что, если бы не телевизор, мы бы давно проснулись. Проснулись и проголосовали. Кто за КПРФ, кто-то за других кандидатов. Ну, тут тоже... Ну, в принципе, я большой разницы не вижу, что ЛДПР, КПРФ и даже вот эта партия, которая... Вы знаете. Я что имею в виду? Я хочу вам пожелать белой дороги. Вот именно вам, вашей партии. Я знаю, что вы в этом раз наберете очень много голосов. Больше, чем обычно. Потому что так оно и должно быть. Ситуация меняется в стране. Люди просыпаются. Это эти выборы. Эти выборы. Мы знаем, что это... Главные выборы пойдут в 2024 году. В 2024 году... Я не знаю, кто от вашей партии пойдет. Что он будет делать. Я, может быть... Там не должен ходить. Пожалуйста, не перебивай. Я говорю, опять обращаюсь к вам. Поймите, пожалуйста, правильно. Эти люди не в состоянии решить наши проблемы. Почему? Потому что наши проблемы, это проблемы местного бюджета. Местным бюджетом заправляют люди, которые сидят в Балестинском городском собрании. Вот недавно были они же. Я вам сегодня скинул запись того, что говорил два-три депутата. Но они несли такую галиматью. Вы поймете. Потом позже я вам... Я сегодня вам скинул просто для... Кто посмотрел фильм, не знаю, поняли ли вы. Вы сравнение посмотрите. Потому что это совсем другой уровень. Я что хотел сказать. Партия КПРФ давно. У нас на политической арене. Она еще с 2017 года. Вы ее прекрасно знаете. Вот. Леша говорит правильно. Он душекоммунист. Да, мы совки, мы советские, еще как-нибудь. Я остался. Но не все. Но не все. Я, например, не сторонник вашей партии. Но я поддерживаю ее. Потому что в ваших рядах я вижу человека, за которым будущее моей республики. Я так бы хотел. Он стоит за вашей спиной. Его зовут Санал Убушиев. Запомните это имя. Это будущее Калмыкии. Если его не срубят или что-то не сделают с ним, а с ним могут сделать что угодно. Поэтому я знаю, они сюда пришли не обещать. У них нет денег, чтобы выполнять обещания. Я сказал, они пришли для того, чтобы в будущем помочь нам принятием законов, которые будут учитывать наши интересы. Вы понимаете, передо мной стоит, почему симпатично мне сонала фигура. Я давно слежу за ним. Не так давно, но и вы знаете, что он сделал для нашей республики. Совсем немного. Он недавно появился на политическом небосклоне. Но сразу стал звездой. Почему? Потому что он юрист. Потому что мыслит нестандартно, неординарно. Почему он пошел в ряды КПРФ? Да потому что ему нужна поддержка. Вот. Николай Орднич собрал хорошую, хорошую команду. У него есть люди в нашей республике, которые абсолютно неравнодушны, что происходит в ней. И я благодарен вам за это. Я благодарен. Я считаю вашим белой дороги вам. Я хочу, чтобы в ваших рядах, вот если профессионал пришел к вам, я не думаю, он вам попутчик, об этом я уверен. У него совсем другой вид и тип мышления. У него другие представления о жизни. Очень созвучные мне. Хорошо. Я вчера говорил, я еще не закончил. Но совместные миссии... Я еще не закончил. Я хочу сказать еще раз, ребята, поймите, эти ребята идут бороться за наше будущее. И если они выиграют, тогда что-то будет. А так они нам ничего не могут дать. Я не думаю, что господин Миронов выделит деньги, а господин Зюганов здесь на катке сделает нам дорогу. Вместе с Жириновским. Такого быть не может. Вы знаете, вы уже писали, читал ваши письма господину Жириновскому. Это абсолютная глупость. Жириновский? Здесь. Я вас умоляю. Здесь. Мы пришли слушать, это не наших народ. Давайте послушаем. Да, сейчас я вам скажу. Я вам скажу. Я просто сделал это вступление для того, чтобы вы поняли, что происходит. Я считаю, что я благословляю вас на этот путь. Особенно тебя сама. Я хочу, чтобы ты выиграл. Хотя это нереально. Ты слышишь меня? Ты слышишь меня? Я считаю, что эти выборы ты обязан был выиграть, но, к сожалению, бюджетники. Бюджетники пойдут и проголосуют. Я хочу, чтобы ты убедил этих людей, чтобы они пошли на выборы. Очень важная явка. Явка. Неважно, кто за кого проголосует. Пусть молодые голосуют за зеленых, старики за красных. Я буду голосовать за яблоко, но там объясните людям, что там две бюджетини, там два выбора. Вот лично я, как партия, голосую за яблоко. Объясню, почему я. Потому что там хороший список, который больше мне подходит. Но я голосую за вашего кандидата, и это второй список. Я желаю еще раз, я на этом заканчиваю, но хочу пожелать вам еще раз, с белой дороги, ребята, бейтесь до конца и выигрывайте, попробуйте выиграть. Спасибо. Сереж, дайте. Первое, я сразу хочу сказать, мы приехали сюда, вас не агитируют. Сразу говорю. Отношение, вы пригласили нас, мы сюда приехали для того, чтобы эту проблему каким-то образом решить. Поэтому мы сегодня и здесь находимся. Значит, мы сегодня с вами определились, какие болевые точки, которые здесь у вас находятся. Это дорога, остановка, значит, так, и электроэнергия. Я вот как бы слышал, что вы сказали. Я понимаю, что вы в Хуруле сейчас до сих пор работаете. Не в Хуруле, в Хуруле. И в таком случае, раз вы начали, я скажу, мы получали уже ответ. Ну, абсолютно неадекватно. А Ростеха? Нет, от мэрии. Мэрия нам писала подписку. Вы же понимаете, электрические сети, но говорят, что по дороге... Нет, эту работу, эту дорогу надо смотреть в комплексе. Как она должна быть? Я не дорогу имею в виду, а освещение? Я имею в виду дорогу, освещение само собой. Тут нет трансформатора, это однозначно. И вот здесь должно быть по генплану три трансформатора на этой стороне. Но они все ушли на юг. Я знаю. И там тоже без коррупции не обошлось, без давления, без лоббирования. Это мы знаем. Вопрос следующий. Чтобы построить туда дорогу, город нам пишет теперь следующее. Они раньше писали так. Денег нет, но подождите, все под контролем. Все под контролем. Да, да, да. Это любимое... Вы знаете, кто сказал. И ее патриоты тоже так говорят. Партия в мире. Вот. Проблема заключается в следующем. Ответ был следующий. Вот последний раз, когда мы писали, получили адекватный, ну, как бы казалось бы, ответ. Ну, абсолютно чушь, да? Они сказали, что здесь нет канализации. И, соответственно, здесь нельзя проложить дорогу. Правда, здесь нет канализации. Ведь это все должно решаться о комплексе. За 30 лет наших налогов хватило бы не только на канализацию. Мы могли до Троицкого дотянуть. Это правда. Но нам не проложили канализацию. И теперь это причина, чтобы нам отказать. Я вам покажу, если хотите. Официальный ответ, что вы построите дорогу, потом начнете ее ломать. Но здесь еще одна проблема. Связана с предыдущим руководителем, да? Когда он строил здесь вот этот гигантский проект, который были потрачены на наши колоссальные средства, которые были известны. Через улицу Хашово-Хашовутовскую проходит труба. Вот та знаменитая труба, которую, ну, как бы все говорят, за что он попал в Совет Федерации, наверное. Я так думаю. Труба, она пустышка. Она никогда не заработает. Это я знаю почему. Я пытался ее врезаться. Я нашел концы. Это абсолютный лохотрон. Труба проходит по улице Хашово-Хашовутово, и она перерезает все. То есть, если даже эти жители этой стороны захотят пойти туда с канализацией, даже за свои деньги, они не смогут проскочить ее. Она огромная в размер. Она просто не пустит. Они не смогут пройти через нее. Соответственно, проблема на проблеме. Проблема не решена нами. Но это им причина отказательна. И это правда. Я вам покажу ответ, если можно. Затем, чтобы решить проблему, вы понимаете, мы знаем, я знаю, почему мы получили вот это. Мы просили у президента Российской Федерации. Я прежде 3 года пытался. Потом понял, что мне надо делать это действовать сообща. И несколько человек позвонили. Прямо вот купа. И вы знаете, там все мониторится. И в результате нам кинули окрошку. То есть, не асфальтную дорогу, а то, что от нее осталось. Вы понимаете, что эта окрошка, сложный рельеф, мы ее через год укатаем. Там ничего не остается. И будет еще хуже, потому что окрошка налипает на шины. И, соответственно, будет выбоины. Это будет опять Буирак. И опять этот цирк, который называется Эх, дороги, да? И вот я вам говорю. Помимо этого, тут проблема заключается в том, что у нас район большой. Ну так, в масштабах города небольшой, но для нас это большая. Потому что вся инструкция инфраструктура построена нами. Она сделала кое-как. И, ну, за свой счет. Соответственно, мы не сходили вот по тем генпланам, которые нам показывали, вот эти одухотворенные архитекторы в начале, ну, к концу 90-х. Это абсолютно не то. И у нас по одной стороне, допустим, есть столбы, а по другой нет. Вы, мапоэти, я сегодня им скинул всем южную сторону. Там абсолютно другая картина. Потому что южная сторона, хорошая работа депутата. Я говорю, может лоббировать. Они перетянули бюджет города на себя. И, соответственно, Скрипкина я сегодня ребятам показала. И Скрипкина вот на одной улице стоит две подстанции. Две подстанции. У нас на один огромный район, который на все северо-западные, начиная до 9-й. И, соответственно, мы и та часть города, вот именно тот район, который увел у нас в дорогу, не совсем законно, правильно Леша говорил. Соответственно, та часть города, когда увела у нас в дороге, это не важно, она тоже сидит на этой подстанции. Я был в Энергосетиаде. Я разговаривал с Баттером Вячеславом Вячеславовичем, потому что хорошо знаком с ним. Он выходит из нашего района, поскольку он сам, а это вот начальник Российской по городу. Я был у него, мы составляли разговор, он мне объяснил, короче, совсем по-другому. Здесь не так давно, месяц-полтора назад был этот представитель, как там, Цура. И он совсем другую информацию дал. Потом был Доржиев, депутат, депутат Убушаев и депутат Тервеев. И они абсолютно друг глупости говорили. Они вообще сказали, что мы в очереди за окрошкой стоим 121-ми. Понимаете? И когда мы позвонили Путину, точно, мы разработали план и, видимо, для него, не для нас сделали эту дорогу. Ее сделали, отличие от других, подождите, очень хорошо укатали, очень хорошо, прям как асфальт. Видимо, они сделали, видимо, видеоотчет. приехали тут, к нашим пожилым женщинам зашли, ночью сняли. А до этого приезжало телевидение, но не выпустило репортаж. Потому что там была голая правда. У людей накипело. И накипело за 30 лет. Ей не нравилось. Мы не хотим жить в средневековье. Мы хотим жить в нормальных условиях. Понимаете, Николай Арменьевич? Я понимаю, что вы не были в этой части. Хотя я вас помню, видел, вы шли по этой дороге не так давно, ну как давно, я помню, в начале 2000-х, вы шли вот именно мимо моего дома по Янтарне. Но это было давно, неважно, вы же по-разному бываете везде. Вот, я помню, что с тех времен все, все, что обязан город делать, вы знаете закон, он обязан это делать. Мы вообще только за подключение, больше никак. Но мы и газы, и воду, как обычно. Я считаю, что это макинация, коррупция и все такое прочее. И государство, тратя колоссальные средства на, допустим, на сирийскую помощь, на украинскую помощь, Донбассу, Мамбасу, отнимает у нас. У нас, у нас, у которых своими налогами сделали. Я знаю, что на дорогу с каждого литра бензина мы платим определенную сумму. То есть до 12%. Подожди. Я говорю, аргументирую, я говорю так, что это касается всех. Я ходил чиновникам, я пытался им объяснить, что это несправедливо. Несправедливо, который сегодня скинул всем репортаж, где 12, 4 года позже нас улица давно уже заасфальтирована. То есть улица Скрипкина. Я им показал улицу 6-го проезда. То есть там полно магистральных улиц, на которые нанизаны остальные. Проблема опять заключается в том, чтобы эта дорога, допустим, мы сделаем асфальт. Но асфальт сам по себе, ну как бы, мы его тоже, даже асфальт мы загадим. Потому что все будем шинами грязными ездить, начиная, да, оттуда, отсюда, отсюда, и мы будем выскакивать на асфальт. Соответственно, наш асфальт превратится в хлам через очень короткое время. что я прошу внести в эту программу, чтобы по улицам первое, что нам обещал депутат, кстати, он будучи здесь, депутат пекарь, пекарь, депутат Доржив обещал нам Хаврин Дун. Это была запись, я могу дать вам записи, мы записали эту встречу, и там написано слово-слово, что Хаврин Дун сделает окрошку. Я еще вам скажу, что когда я в 16 или 15 году вернулся Бурестинской Панараме, это рупот города, я думаю, что в бюджете города, я обычно смотрю бюджет города, там мелкими буквами написано, наверное, что улица Ковыня и улица Хаврин Дун, которые также будут засыпаны щебенки, но щебенку ввели на ту сторону, на ту сторону и в тот год, и сделали маршрут туда. Я объяснял и всем объясняю, здесь искусственный водораздел, здесь проходит балка, здесь идет начало реки Эльстинка, и здесь сложный рельеф, почему, потому что эта балка рассекает огромный район северо-запада наполовинку, то есть мы отходим как аппендикс, та часть остается там, эту часть нельзя закрывать, почему, потому что там, если построить дорогу эту, она получилась как дамба, искусственная преграда, и соответственно получается, все паводковые воды, а их немало, они движутся в том направлении, они движутся в том направлении, соответственно, когда они построили мост, незаконный мост, как мы считаем, мы считаем, я ходил в архитектуре и требовал, чтобы убрали его, но там ничего, кроме пустых разговоров, я не получил, потому что это экология, я вам скажу, между 6-й и 4-й улицей было два родника, в этой балке, до что это превратилось, нету этих родников, соответственно, мы порождаем сами проблемы, потому что люди, которые занимаются застройкой, они точно это делают, как при лужкове, вы знаете, да, соответственно, когда балка, вода не уходит, подожди, я поднесся, объясняю проблему, эта проблема касается нас, вы же понимаете, вот, когда вода не уходит, она стоит, здесь, начинается, что, балка заросла камышом, соответственно, это грунтовые воды, она уходит под наши дома, рождается проблема резкой недомок, то есть, те, особенно крайние дома, которые находятся ближе к балке, начинают попадать в аварийное состояние, это очевидная вещь, это знает любой архитектор, любой геодезист, это таблица умножения, но нам никто никто не говорит, не объясняет, эту дорогу провели без нашего ведома, незаконно, я знаю, что здесь начальство водоканала поучаствовало очень активно, потому что там же живут родственники и один представитель водоканала, вы, наверное, знаете, Галяев, Гаджаев, Айс, Гаджаев, вот, Гаджаев, Айс, Айс, я знаю, он там живет, я знаю, что и сам депутат, который приходил, да, Петр Петрович, Павел Павлович, Павел Павлович, он приходил и сказал, вы вообще ни на что не рассчитываете, мы не можем ни продать, ничего сделать с этим, я сегодня был на Скрипкино и снимал для района фильм, вот я показываю, как должно быть на этой странной улице и как у нас есть, что у них есть, что у нас нету, на одной улице Скрипкино две подстанции, у нас на огромный район одна подстанция, я показываю вот это, хорошо, если вы считаете, хорошо, нормально, нормально, я согласен, я согласен, кто хочет говорить, я говорю о наших проблем, я хочу сказать, вот я хотел, хорошо, нет, 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 должно быть ити последнее, нормально, подожди, вот видите, как у людей накипел, Я говорю, почему норму? Понимаю, знаю. Я подъезжал ко всем. Я их называю горемыки. Я просто говорю, если сложить за 30 лет, сколько наши женщины, наши дети проходили отсюда до остановки, то я думаю, можно дойти до Марса и вернуться обратно. А можно уже опять выйти за пределы галактики. Это огромное расстояние. Город не чешется. Я тоже им говорил, надо. Почему вот этот район обиделись? Здесь живут такие же люди. Вот они. Им обидно. Почему им вообще ничего не дали? Им даже лампочку, которую они повесили, и кто заставляет выключать? Почему? Они летом, летом не могут даже холодильника включить на объезжение 140. Нормально, я прав? Я знаю ваши проблемы. Я был у вас. Это самое, самое тяжелое положение. У нас еще есть этот район. Вот они когда забрали дорогу, они протянули ее до железной. И там тупик. Дальше город не идет. Я вам серьезно говорю. Потому что дальше некуда строиться, за балкой начинается салон. Город может двигаться в этом направлении. У нас тут даже нарезанные участки. Вон часть этого. Вот. Люди попросали. Если нет дороги, дороги это артели. Это то, что нам помогает. Сделать жить в кардфорте. Прежде всего дороги. Без дорог никак нельзя. Вы смотрите. Вот дачные поселки. Там три поселка. Они ходят через нас. Я живу в начале Янтарной. Норма прав. И я вижу, как наши бедные женщины каждый день ходят с этими сумками. После работы загруженные. Вот это расстояние. Вы померьте шагами. Вы поймите, что наши дети вот отсюда до 24-й школы добираются пешком. Потому что деньги, которые надо дать им на дорогу, мы потратили на строительство домов. А дети? Да. Дети наши. У нас тут живут инвалиды. У нас тут живут ветераны. И ничего. И пишут, и просят. И в ответ тишина. За это время, я знаю, сколько мы налогов заплатили. Мы можем сесть и посчитать. И получится космическое открытие. Последний аргумент. Последний аргумент. Последний аргумент. У меня там сестра живет. Да вот слушайте, что город осветил нам. Что город осветил нам на освобождение. А вот здесь оказывается 30 метров. Нет. Нету ничего. Нету ничего. Это что вы делаете? Это рекой, а? Ну, он даже не поленился. Мы не просим. Почитать, что мы не просим километр. Дайте нам частями. До Тенгерил в этом году. Следующий угол до Хашиутовской. И так делайте все время. А у города полно бута, чтобы вот сколько ломается, сколько у нас разрушено всего. Берите, ломайте, везите на улицу Джангарчи. Дорогу, подъезду к нам. На улицу Саганхалк. На улицу Тенгерил. Хашиутовская. Это все сделано за свои деньги. Вы что думаете? У нас зарплаты большие? Больше, чем ваши? Недалеко не так. У нас много обездоленных людей. Бедных. И мы когда слышим и видим по телевизору, как раздаются наши деньги, когда строятся трубы вот эти пустые, мы в гневе. Мы вот сейчас стали собираться. Это люди, доведенные до отчаяния. Эта власть уже давно, давно своим поведением сделала так, что это стал остров невезения. Этот участок превратили в гетто. Этот район сделали им в ничто. Нас не считают за людей. Нас не считают ни за кого. Но мы просыпаемся. И вот эта социальная напряженность, которую они добились, выйдет боком. Мы можем пойти взорвать тут мост, если надо. Мы можем перекрыть дорогу туда. Мы пойдем на, если надо будет, на улицу Скрипкина или на улицу Хашиутовской. Вот сегодня я был там, там ложат асфальт. Нам говорят, нету денег, а им ложат, чтобы шоколы в девяносто первом году, как мы начали. Я знаю, они нарезаны после нас. Мы нарезаны весной, они нарезаны осенью. Это совершенно разное. Раньше, в советское время, или когда, вот когда мы были совками, нам сказали, все по очереди. То есть, тот район первый газифицируется, потом он асфальтируется, и канализируется, и все такое. Потом доходит наша очередь, мы вторые по очереди. Мы были так. Нам пришел суд депутат Доржиев, мерзко и глупо оболгал нас, что мы якобы бегали и просили эти земельные участки. Он так и сказал. Я не знаю, я не знаю, вот кто из вас ходил и на коленях вымаливал эти участки. Вы знаете ситуацию девяносто первого года? Участки купили. Страна разваливалась. Горбачев своим не очень умными решениями довел страну до коллапса. Дельцин воспользовался этим. В результате мы остались ни с чем. Все, что сделали наши родители, мы сделали, ушло в их карманы, их руки. Мы остались ни с чем. Мало того, мы вложили все средства, которые заработали, сюда, а осталось, все это осталось ничем, руинами, 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 потому что это наше счастье. Здесь вот, смотрите, наши дети, которые не заслужили такого отношения. Это уже не дети, а внуки. Да, это наши внуки, и у нас много людей, которых уже отнесли на погос, так и не получивших простых благ, комфорта, который они заслужили своим трудом, своим мозолями. Вот здесь люди стоят, которых я называю соль земли. Не надо их больше так с ним. Не надо. Впереди не только этот год. Впереди 24-й год. И мы просыпаемся. Нам надоело это. Надоело, когда в наших карманах пасутся, а нам говорят, нет денег. Вы держитесь и дальше. Не можем дальше держать. Точно. Жить в этой стране. Наши дети уезжают отсюда. Вы знаете, наши люди вынуждены быть прислугой в Москве, чтобы заработать какие-то деньги. А почувствуют, как живут нормальные люди, уезжают отсюда. Калмыкия пустеет на наших глазах. Я знаю, вы знаете эту проблему? Проблема вот она. Вот она. У каждого в карман залезла эта власть. Каждого из нас эта власть сделала нищим. Каждого. Я знаю, как они живут. Я бывал в их домах. Я видел, как они живут. И дороги, которые чинят, и на которые питаются колоссальные деньги. Потому что они едят по ним. Мы, по нашим, к нам они в гости не ездят. И поэтому им начихать глубоко. Начихать, что мы здесь и как мы. Но, я говорю еще, социальное положение наше очень тяжелое. И мы устали, я говорю, от имени этого народа. Эти люди мои соседи. Я за них душой и сердцем. И они, я понимаю, что начали услышать меня. Мы начнем. Мы начали. И мы продолжим. Я говорю, вот еще раз говорю. Если вы услышите нас, здесь ваш избиратель. Вот он стоит перед вами. Убедите его. Сделайте так, чтобы они, наконец, перестали слушать начальство и идти голосовать за единую Россию. Нам нужны реальные дела. Нам нужны реальные дела. Даже нереальные дела. Вы нам без пустых обещаний дайте слово, что вы за нас в дальнейшем. Как за себя, как за своих земляков, как за нашу калмыкию будете биться. Вот что я не хочу, Николай Авернич. И желаю вам пути светлых. Серега, молодец. Очень рад, что вы познакомились, наконец. Я знаю, я давно с вами живу. Спасибо.